Сколько дней, он говорит, дайте прямое доказательство. Вот который рассказывает, вот эту сказку, я по-другому не назвал, якобы кто-что пришел сказал. Слышите, кроме биологии никто ничего не скажет. А почему не назначают? Почему сто свидетелей вызывают, условно говоря, а биологию не хотели назначать? Почему? Я же сразу говорил, мы готовы признать вину, дайте нам биологию. Человек не помнит. Давайте вспомним, когда выпиваем чуть больше, и домой нас пригвозят. Очень часто так и не помню. Почему, если не помнит, он сегодня признал свою вину? Это был ход какой-то тактический? Это не ход. Он говорит, что я эти боли не могу, потому что я не знаю, это совершил или нет. Мне больно будет, если скажу нет, вдруг я совершил. Понимаете, он не помнит. Так он до сих пор не уверен. Ну подождите, получается вы, как адвокат, тоже не уверены в его? Я не уверен. В чем бы не уверен? Я же сказал, все доказательства были следованы, предоставлены. Все доказательства о его невиновности. То есть в случае обвинительного приговора мы будем ждать апелляции. Давайте подождем здесь при признании вину. Если суд признает реально, что он реально признает свою вину и вынесет добросовестно, нормальный приговор как обычному гражданину, тогда, я думаю, смысл они там обжалуют. Нет. Если суд будет судить Ефремова, но и не будет обращать внимания, что он признал своим, раскаивался, тогда получается, что он не признал вину, но у него у нас, опять же, все моменты, что пойти дальше судиться. Компенсация. Вопрос компенсации сейчас. Что с ней? Ефремов, просто до этого Ефремов говорил, я не виноват, я не буду, я не виноват. И сегодня он сказал, я виноват. Почему решили признать вину, а до этого не признавали? Мы, наверное, ни разу его внимания не обращали, мы всегда говорили. Не признание вину Ефремова, это не значит, что не виноват. Мы каждый раз говорили, это юридические моменты. Защитник должен следовать каждые доказательства, исключить любое доказательство. Я один пример приведу, вы меня поймете. Приходит человек, говорит, мне надо почку удалить. Вари, врач говорит, давай прежде чем удалить, давайте исследуй все твои органы. На что-то возможно это восстановить, чтобы не удалить. Вот я этот врач. Я это максимально хотел делать, чтобы это сделал все. Все равно последний момент слова за пациентом, за Ефремовым, чтобы удалить. Вы понимаете? Я морально, если я этого не сделаю, то на всю страну сказали, куда смотрел адвоката. А что он сказал в ответном слове? Еще раз говорю, мы, когда уже в биологии нам отказали при проведении биологии, Ефремов Стратский дал. Ельман, дальше не стоит работать. Вы же видите, практически не остановили сразу все действия. Но я буду признавать свое вино. Я не понимаю ломбики. Виноват или нет? В смысле, пожалуйста, 10 раз не повторять. Я уже устал, уже ответил 10 раз на этот вопрос. Ельман, сам Ефремов нашел приговор, который в системе сутроры очень поважает. Собственно, на каком приговоре он согласен? Вы, на каком приговоре согласен? Собственно, не Ефремова. Сегодня Ефремова судит. В следующей неделе мне обещают, что меня будет закрывать. Меня привлекут другого. Но вы видите, как простой гражданин, это сколько лет? Это общее поселение или что? В вашем понимании? Любому человеку дает 5-6 лет максимум, и то у него, несмотря на то, возместили моральный вред. Мы возместили все. Но если не знаете. Но вам же вернулись назад. На сколько вы понимаете? Лучше спрашивайте. Заново платили. По рублю каждому. Они же моральный рубль обвели. Один рубль. Это морального вреда возмещения. Мы это возместили. Но! Это ход такой. Я уже суде говорил. 200 тысяч возвращается только через 2 месяца. А если у нас с 8-го часа приговор будет, то он в любое время пойдет с ним. И обратно не может требовать эти деньги. Это ход. Я же знаю, это как делается. Сейчас сторона поступевших сказала, что вы специально нарочно затягивали процесс, чтобы заработать денег. Расскажите, какой у вас бонорар? А кто это говорил? Стерна в ЦП. Как фамилия? Адвокаты. И там несколько, вот кто-то один из них. И пока вы мне конкретно в фамилии скажете, чтобы я вам мог ответить. Хорошо, в СМИ ранее была информация о том, что вы получаете за судебные заседания 10 миллионов. Я за судебные заседания получаю больше. Ну, за работу над делом Ефремов. Я за работу над делом больше. Ефремов, вы не понимаете, что за дело. Я не буду разглашать. Вы получите, когда раз в любом случае, давайте, не буду отвечать. В каком состоянии Михаил вообще подготовил к сегодняшним премиям сторон? Какое время, когда было совершено преступление, даже он глазами не моргнул? Нет, не сейчас. Вот сегодня. Как он себя ощущал? Как вел себя? Даже он не моргнул глазами не моргнул. Потому что мне странствовал. Эльман судит Ефремова. Судит за мою позицию. Мне дадут 10 лет. А в чем его позиция? Он сказал до сегодняшнего дня. Он мне говорил уже, когда себе пришел. Через 5-6 день говорил. Снал он, вот ваши все старания, говорит. Вы себя мучаете, просто сказал. Мне дадут 10 лет. Если дадут 8-7, это будет счастье. Я говорю, ну, этого не может быть, я не верю. Вот человек знает. Но я, к сожалению, еще раз говорю. Не только наши местные журналисты, еще иностранные смотрят. Я не могу все вам рассказывать, что происходит. На апелляцию будете на данный момент? Подождем, какой приговор будет. И где видели, что защитника привлекают к уголовной ответственности за то, что Ефремова защищают? И где вы видели такого беспредела? Где? Следующий недель уже я. Скажите, ваши свидетели, которых вы представляли в качестве невиновности Михаила Ефремова, есть ли вероятность того, что их будут судить за лжесвидетельствование? Вообще-то это наша была позиция, чтобы сразу их проверять, чтобы вот опросили. Мы сразу говорили, по первым требованиям они будут явиться. А вы не скажете, почему ни разу никто не говорил, а они предоставляют свидетелей, которые расходятся во всех обращениях, показаниях. Никто такой вопрос не задаете. То есть ваши свидетели, они действительно были на месте происшествия? Наши свидетели по первому вызову будут явиться туда, куда скажут. То есть они готовы отвечать за лжесвидетельствование? Пожалуйста, давайте один раз вопрос задавайте. Я же ответил. Я просто хочу получить на прямой вопрос прямой ответ. Я вам, вы не услышали, куда пригласят, туда и придут. А вы почему этот вопрос не задали этому Добровинскому? Почему не задаете, другой стороны не задаете. Скажите, пожалуйста. И не спрашивайте, где видео съемок, а где он выходит. С другой стороны не задаете. Лелеете и отпускаете. Вы знаете, что творится в зале суда. Расскажите нам, Алимана. Не в прямом. Все равно бесполезно. Все равно будут выворачивать, выдавать. У нас нет прямой эфир. Могут посмотреть все. У нас в интернете. В зале судебного заседания, еще раз вам говорю, что происходит. Все, кто сидит в зале, выдает все полностью наоборот. Их каждый свидетель полностью противоречит сами себе. А ваши? Наши свидетели. Черт, пальцем тыкать. Говорят, вот у нас мобильный телефон номер. Вызывайте куда хотите и делайте биллер. Мы там находились или нет? Вот это наши свидетели. А что говорят ваши свидетели, вот если подытожить? Что конкретно, какие свидетельства они приводят, что Ефремов не виновен? Они конкретно видели, что где сидел Ефремов. Где он сидел? На пассажирской стороне. А фраза Михаила сегодня прозвучала, что я народный артист, и народ меня уже осудил. Что он имел в виду? Кто сам вам сказал, что Ефремов такое говорил? Утром я это говорил. Что я народный артист, я артист народа. Как я так понял, что с первого дня меня народ приговорил. Вы знаете, какая логика? Когда Ефремов в синема, для вас фильм-синема, выходили с своими детьми, своей семьей, смотрели, любовались, ослаблялись, Ефремов был хорошим человеком. Когда случился несчастный случай, ДТП, неумышленное преступление, педофила так не судят. Вы откроете практику, разве педофил, убийцу дают столько лет? По-разному бывает. Где двойные стандарты? По-разному не бывает. А как вы считаете, суть вам не дал просто возможности защищаться, потому что ваши ходатайства постоянно отклонялись? Потому что моя каждая ходатайства скрыла бы все. А я прокурорам говорил же, я неоднократно говорил, вам Ефремов не нужен, вы истине нечто. Даже представитель потерпевшей, я пример приводил, когда я защищал потерпевшие стороны, один раз за убийство, я когда видел, что человек, люди невиновны сидят, я бы помог им, что развалили, что через то же полгода настоящий убийца нашли. А что вы здесь хотите? Здесь Ефремов нужен, понимаете ли мне? Я надеюсь, что судья этого не допустит. Я очень надеюсь, что судья этого не допустит.